Всем привет и приглашаю вас на короткую прогулку в бизнес-парке. Год назад компания, в которой я работаю, переехала сюда, на окраину Норвича, из центра. Из старого здания в более новое здание и очень модернизированное перед нашим переездом. Но из большего по площади и посадочным местам здания в меньшее здание. Это стало возможным только потому, что многие компании после локдауна теперь работают по-другому. А что же изменилось? Теперь мы не ходим на работу 5 дней в неделю, как раньше. Есть дни, у нас это 2 дня в неделю, компания определила, когда сотрудники отделов должны появиться в офисе. То есть каждый отдел имеет свой день или дни. Я уже сказала, у нас 2 дня. Поэтому не надо иметь количество столов и стульев для всех, надо иметь часть. Как же мы размещаемся большим составом в меньшем здании? За 2 недели надо сделать заказ, забронировать стол и место парковки для машины. Это делается сейчас через интернет. У меня и у других моих коллег нет теперь своего стола, стула. Выбираешь себе сам тот стол, где тебе хотелось бы сидеть, если он свободен. И делаешь заказ. То есть чем ты делаешь это раньше, тем у тебя больше выбор столов, мест. Каждому отделу, отделению выделяют определенную зону на определенном этаже, чтобы мы все могли, по крайней мере, быть вместе, а не разбросаны по всему зданию, по этажам. Столы теперь тоже другие. Я помню, у меня в старом офисе был стол с выдвижными ящиками на колесиках. И под столом, который находился, закрывался на ключ. Всё, теперь это всё ушло в прошлое. Современный стол – это крышка на четырёх ножках. Никаких тебе ящиков. Но стоят мониторы, то есть экраны. Ушли в прошлое компьютеры, которые постоянно были на столах. Теперь мы приходим со своим компьютером, так, как это стало во времена коронавируса. Эти ноутбуки, безусловно, являются не нашей собственностью, а собственностью компании, которая нам их купила. Тем не менее, мы их приносим и уносим. На них мы работаем и в офисе, и дома. То есть в офисе мы подключаемся в систему офиса, а когда уходим, мы их отключаем и забираем для того, чтобы продолжить работу дома. Да, и ещё я могу просто сказать непосредственно про наш офис, поскольку он был модернизированный. Всё сделано по принципу огромной открытой площади, много стеклянных перегородок. Вы спросите, ну а где можно тогда хранить личные вещи? Да, есть у каждого ячейка, но они в определённых местах. И там специальные коды, которые используются вместо ключей. Теперь, если вот вы посмотрите, что же сейчас из себя представляет вот этот вот бизнес-парк. Ну, вы видите, прежде всего, это исключительно корпуса, офисы компаний разных. Есть, правда, здесь и складские помещения, но немного. Нет ни ресторанов, ни магазинов, что, конечно, по себе плохо. Хотя место само, конечно, зелёное, но центр города, есть центр города с магазинами, кафе. У меня была даже стоматология через дорогу, то есть все вопросы решались в рабочее время. Теперь всё это, конечно, ушло. Но приходится теперь привыкать к новому месту. Что же можно делать? Всего вам всем доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова